Всем привет, с вами Аплодисположен и после того как я сделал полный обзор своего iMac 2013 года, многие в комментариях меня просили сделать видео о том, как же установить Windows на Mac. В этом видео я расскажу именно об этом, постараюсь разложить всё по полочкам и максимально просто и быстро рассказать вам об этом. Существует два способа установки Windows на Mac. Первый это как вторую операционную систему. То есть при включении компьютера, компьютер будет спрашивать, что запустить, Windows или Mac. И второй способ это установка Windows через виртуальную машину. Сегодня я расскажу вам про второй способ. Для установки Windows через виртуальную машину я буду использовать программу Parallels Desktop 9. Эту программу, как и саму Windows, можно скачать из-за описания данного видео. Итак, для начала делаем простую установку, которую вы только что посмотрели на экране. И теперь нажимаем установить вторую операционную систему, выбираем образ и перетаскиваем сюда образ Windows 8.1, который можно тоже скачать в описании. Как видим, программа говорит, что она не может разобрать эту операционную систему, потому что это пиратская версия Windows. Но если вы купите Windows на официальном сайте, то такого не будет. Итак, нажимаем продолжить и выбираем операционную систему Windows 8.1. Теперь у нас появилось вот такое вот окошко, в котором программа спрашивает, как мы хотим пользоваться нашей виртуальной машиной. То есть, как Windows или как Mac. Я выберу как Mac, потому что это удобнее, но вы прочитайте описание и выберите вариант для себя. И второе окошко предлагает нам внешний вид ОС, как Windows 7 или как Windows 8. Опять же, прочитайте, что вам надо и выберите для себя. Я выберу Windows 7. Следующее окошко предлагает нам выбрать то место, где будет храниться сама виртуальная машина. Я выбрал в папке documents. И так же нам надо поставить тут галочку на то, чтобы мы настроили виртуальную машину. Нажимаем продолжить и после небольшой загрузки у нас появляется вот такое вот окошко, в котором мы настраиваем функционал нашей машины. То есть, настраиваем тут оперативную память, основную память, процессоры и так далее. Я не буду тут подобно о чем-то рассказывать, но вообще тут вы должны сами все настроить под свой компьютер. И советовал бы я ставить Windows 8 как вторую операционную систему только на мощные компьютеры, то есть на новые, допустим там с Intel Core i5 минимум и с минимум 4 гигабайтами оперативной памяти. Также я не советовал бы ставить Windows на MacBook Air, потому что она будет там глючить, потому что MacBook Air сделан для одной персоной системы. В общем-то тут я ничего рассказывать не буду, пройдитесь по всем пунктам и настройте все под свой компьютер. Так, мы с вами настроили нашу виртуальную машину под характеристики своего компьютера. Теперь мы готовы нажать кнопку продолжить. Обязательно все проверьте два раза. И теперь нам надо подождать, пока компьютер сделает перезагрузку и загрузится в среду Windows, где мы настроим язык операционной системы и прочие данные. Итак, наконец-то Windows загрузился. Теперь тут надо настроить ваши основные данные о операционной системе, то есть язык, дату и прочее. Ну в общем тут выбираем свои данные, все выставляем и увидимся через пару секунд. Итак, мы с вами все настроили, теперь мы можем нажать далее и нажать кнопочку установить. Теперь пошла установка Windows, это займет какой-то промежуток времени, но тут в принципе опять же ничего трудного нет. В принципе что вам надо сделать, это просто ждать. Вот пошло уже начало установки и сейчас мы с вами выполним пару операций. Во-первых мы согласимся с условиями лицензионного соглашения и вот тут выбираем вот второй пункт, то есть читаем все. Обязательно все всегда читаем и я выберу второй пункт и как мы видим тут уже язык диск, который программа создала сама. Если у вас не будет определенного памяти под Windows, то программа скажет вам об этом, но у меня все есть. Я все настроил, то есть диск для установки Windows готов на 64 гигабайта и все в принципе установка пошла. Теперь надо чуть-чуть подождать и в принципе почти будет все готово. Так, установка подошла к концу, я конечно же все это ускорил, но у вас это займет порядка 15 минут. Теперь мы перезагружаем наш компьютер и чуть-чуть ждем, вернее он сам перезагружается, поэтому ничего не трогайте. То есть он сам запросит процесс перезагрузки и перезагрузка пойдет. Все, наш компьютер перезагрузился, теперь он просит ввести наши данные, то есть подобрать тему под себя и сделать первую настройку Windows. Но тут в принципе все легко, вводим имя компьютера, свое имя, выбираем цвет операционной системы, язык и в принципе тут все достаточно легко. Я думаю, что с этим у вас проблем не возникнет, то есть все на русском языке, все написано и достаточно просто. Так, после того как вы все ввели, нажимаем готово и компьютер делает совершенно небольшую перезагрузку, которая длится чуть-чуть долго, но я это все опять ускорил. И наконец-то долгожданный привет. Эта надпись означает, что осталось только установить стандартное приложение Windows и мы с вами начинаем пользоваться нашей операционной системой. Как видим это Windows 8, Windows 8 и 1 Blue, все работает хорошо и в принципе никаких нареканий на операционную систему у меня нет. Все работает гладко, классно, а главное, что не сильно нагружает ваш компьютер. Единственное, что меня не порадовало, это то, что нельзя растянуть изображение Windows на весь экран, то есть оно будет чуть-чуть обрезанное и будут небольшие вот такие вот черные полосочки с краю. Но я думаю, что это совершенно не важно, если у вас большой экран, конечно же, если у вас маленький экран, то это проблематично, но я думаю, что можно потерпеть, ведь пользователи Mac не так часто пользуются Windows. Сегодня я вам показал достаточно простой способ установки Windows на Mac и я думаю, что вам все было понятно. Опять же, если у вас возникли какие-то проблемы, пишите их в комментариях. Если я увижу ваш комментарий, то я помогу вам, обязательно отвечу и постараюсь сделать так, чтобы вы без проблем смогли установить Windows через виртуальную машину. В принципе, как я и говорил, тут все достаточно легко, просто и я думаю, что даже маленький ребенок с этим справится. Опять же, эту сборку Windows 8 и 1 можно скачать в описании, также вы можете в описании скачать программу Parallels Desktop 9. Ну, наверное, и все, буду заканчивать, я очень старался, когда делал это видео, поэтому поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, оцените видео и оставьте свой положительный комментарий. Ладно, у микрофона, как всегда, было по Explosion, ну и все, наверное, пока. Субтитры сделал DimaTorzok